Практическая психология Есть такая шутка, знаете, ищу волшебника, сказочник уже был, а вот я сегодня нашла сказочницу, причем с высшим психологическим образованием, которая действительно все знает о сказкотерапии. Что это за метод и почему им так активно стали пользоваться психологи? Давайте начнем, наверное, с этого. Давайте. Во-первых, это комплексная сказкотерапия, то есть это метод Татьяны Дмитриевны Зинкевича Стегнеевой. И этот метод уже описан очень системно и очень комплексно. То есть начинается он с понимания тайных смыслов сказок, с понимания их архетипических сюжетов, архетипов, архетипы, древние сюжеты, древние матрицы, которые заложены у нас в подсознании. Из поколений в поколение передающиеся, да? Да. А во-вторых, комплексная сказкотерапия – это большая такая наука о воспитательной системе. Поэтому с помощью сказок можно воспитывать не только детей, но и взрослых. Себя внутреннего, вот такого ребенка и себя взрослого можно воспитывать с помощью сказок. Действительно, все чаще слышу о том, что именно этим методом сказкотерапии работают со взрослыми, да? Хотя взрослые приводят детей и говорят, ну вот там у ребенка страхи какие-то, да? Там вот что-то сделайте мне, пожалуйста, с ним, чтобы этих страхов не было. Да? И психолог, опять-таки, на понятном языке для ребенка начинает работать с помощью сказкотерапии. Хорошо. Значит, это универсальный метод. Он работает как с мужчинами, так и с женщинами, как с детьми, так и со взрослыми. Правильно понимаю, да? Совершенно верно. Что для этого необходимо? Может ли родитель стать для своего ребенка своеобразным таким сказкотерапевтом? Вы правильно подметили, потому что я только хотела сказать. Конечно, можно бесконечно вводить ребенка к психологу и разбирать сказки. И это экономически выгодно психологу, но не выгодно родителю. Поэтому действительно легче обучиться самому понимать вот эти шифры сказок, задавая на первый раз простые вопросы. Чему учит эта сказка? Потому что во всех сказках зашифрованы ответы на жизненно важные вопросы, на то, что происходит в жизни. То есть все ответы уже даны в сказках. И как раз для чего читать нам в детстве сказки? Это для того, чтобы у нас внутри сформировался такой банк жизненных ситуаций. Как герой, например, тот или иной выходил из ситуаций жизненных? Да, жизненных ситуаций. Как общаться, взаимодействовать с мальчиком с девочками, девочкам с мальчиками, мужчинам с женщинами, женщинам с мужчинами. Как строить семейную жизнь? Ну и вообще, как найти свою дорогу, как познать свою индивидуальность и как реализовать свое предназначение? Вот об этом, наверное, более подробно. Потому что часто бывает так, что приходит, например, на консультацию человек и говорит, у меня там уже столько высших образований, у меня там уже семья за плечами и несколько даже профессий, да? Я так и не могу понять, кто я, что я и куда я двигаюсь дальше. И вот даже здесь, в этом вопросе нам может помочь сказкотерапия, да? Да, потому что у человека есть, ну, так называемые две операционные системы. Это интеллектуальный разум и разум сердечный. И сказкотерапия, она помогает развивать и раскрыть сердечный разум. Потому что некоторые вопросы можно решить только той операционной системы. Благодаря сердцу, да? Да, благодаря сердцу. И, наверное, все знают эту фразу, что зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. То есть и глазами, и высчитать ни образованиями, ни вычислительными какими-то машинами невозможно. Вот и пожалуйста, да? Я очень часто вижу, например, у сказкотерапевтов такой инструментарий, как всевозможные метафорические карты. Да. Это один из таких... Из множества. Да, множество инструментов, метафорические карты. Но, опять же, как любой инструмент, можно использовать и во благо, и навредить, да? Здесь самая главная задача психолога-сказкотерапевта не навредить. И поэтому сказкотерапия, она основывается на ресурсность, на вдохновение. То есть мы вдохновляем клиента, мы вместе с родителями, с ребёнком находим те ресурсы внутренние, которые могли бы помочь им в разрешении этой ситуации трудной. Например, детско-родительское. Лежно, опять-таки, познать себя. Да, да, ребёнок приходит и говорит, я там труслив, не уверен, я боюсь всего-всего-всего. Да, и в этом случае многие психологи работают со страхом, а мы работаем со смелостью. То есть мы призываем смелость. Да, мы берём совсем другие, да, варианты. Ресурсные. Да, ресурсные варианты. И подбираем такие сказки, где герой, проявляя свою смелость, он достигает результатов, достигает своей цели, ну и получает призы. Конечно же. Конечно, приз – это вообще то, о чём мечтает каждый, и взрослый, и ребёнок. Так, Людмила, ну смотрите, очень важный такой момент. Когда ребёнок приходит на консультацию, это ведь не значит, что вы всё время ему там читаете какие-то сказки. Вы это делаете ведь вместе. Да. Мы не только читаем, но и, наверное, сочиняем. Мы сочиняем и разыгрываем их в песочнице, и рисуем сказочные смыслы. То есть мы не сами сказки рисуем, не самих героев рисуем, мы рисуем сказочные смыслы. То есть что как раз ребёнок вынес из этой сказки. Поэтому мы разыгрываем сказки, пальчиковые театры, бибобошные театры. То есть всё, что возможно, конечно, это в инструментарии сказкотерапевта. Вообще замечательно. Мало того, что это тебя усиливает, потому что ресурсы никуда не деваются, они потом с тобой остаются, так это ещё и общее развитие. То есть ребёнок в это время отрабатывает такие компетенции, как выстраивание коммуникации, умение себя подать, умение себя раскрыть. Да, совершенно верно. Хочу отметить, что со взрослыми мы делаем то же самое. Отлично. То есть в каждом из нас есть внутренний ребёнок, который очень ждёт, когда же наконец сказка коснётся его души, и он заново оживёт. И я хочу ещё очень важно отметить, что внутренний воспитатель пробуждается только тогда, когда внутренний ребёнок целостен и здоров. То есть поэтому очень важно родителю помнить о своём внутреннем ребёнке, потому что тогда он будет разговаривать со своим ребёнком на языке любви. Вот давайте сейчас про детско-родительские взаимоотношения. Всё чаще обращаются клиенты, которые говорят, я не понимаю, что сейчас происходит с моим ребёнком. Он в социальных сетях, потом, например, учится в школе, потом куда-то там убегает, и мы практически не взаимодействуем. Сделайте что-нибудь, чтобы мы начали разговаривать на одном языке. И вот как процесс психотерапевта, сказкотерапевта запускается, и можно ли отследить прямо сейчас, например, привели подростка, пусть это будет подросток 12 лет, который ещё не совсем такой подросток, и у них запрос «не понимаем друг друга, мама всё время ко мне предъявляет с папой какие-то претензии, всё время меня учат жизни, а я вот не слышу их, не хочу слушать». Ну, скорее всего, в этой семье как раз разговаривают не на языке любви, а на языке осуждения. То есть языком обид, языком чувства вины, и поэтому очень трудно найти контакт. Или директивные такие, да, сделай это, время пошло. Да, приказы. И поэтому очень трудно найти как раз контакт, потому что контакт коммуникативный, настоящий, истинный, он происходит от сердца к сердцу. И поэтому мы учимся разговаривать на языке любви. То есть сказкотерапевт сам умеет разговаривать на языке любви и обучает людей разговаривать на языке любви. То есть то же самое предложение, которое сказала мама, вот он такой-сякой, можно проговорить на языке любви. То есть это не уси-пуси. То есть на языке любви можно предъявить требования, можно предупредить. А можно прямо сейчас попробовать? Вот давайте, значит, мать такая, такая сякая, да, я сейчас прямо сейчас в роль войду, и говорит, так, вот у меня вот сын, он меня не слышит, я там по семь раз его зову, он всё время в компьютере, ничем кроме этого не интересуется, уроки учим из-под палки, у меня претензии к сыну. Да, хотелось бы точнить возраст. Ну вот, 12 лет. 12 лет. Дорогая мама, наверное, вы хотели сказать так. Так. В какой-то момент у нас утеряна связь взаимодействия с сыном, добрая, точная связь, потому что были утеряны какие-то добрые, точные слова, и хотелось бы эти точные слова найти. Да, наверное, да. Я хотела бы говорить с ребёнком на том языке, который ему понятен, да, с которым его сердце откликается на мои сердечные, там, флюиды, не знаю, вот на мои сердечные просьбы. Вот как-то вот так, да? Да, совершенно верно. И чем больше, ну вот, если такой метафорический пример привести, то чем больше ёжика, например, тыкать палкой, тем больше он сворачивается и показывает иголки. О, да? Да. Точно так же и ваш сын. Чем больше вы колете его словами, колкими, неподходящими, тем больше он замыкается и тем меньше он отвечает вам. То есть не дождаться, да, когда развернётся ёжик вот этот, да, и скажет, там, мама дорогая, я всё понимаю, я понимаю, почему ты шумишь, я понимаю, почему ты этого от меня требуешь, да? Да, и ещё ваш сын находится на дороге взросления, то есть 12 лет – это уже 3 года пройденной дороги взросления. Возможно, он хочет просто взять на себя ответственность за некоторые вопросы, но не умеет её взять, а вы не умеете эту ответственность передать. Передать. Да, и этому тоже нужно научиться, и это тоже можно сделать. То есть за уроки вполне 12-летний мужчина может взять ответственность на себя. Ответственность на себя. И можно уже маме не бегать и не контролировать эти процессы, да? Да. Не играет роль бабы-яги такой, да, которая там шумит, о, лечу, шумлю, сейчас, да, кого-нибудь вот это, печь посажу и зажарю. Да, и вы затронули очень такой, ну, животрепещущий вопрос самостоятельности, потому что сейчас это действительно большая проблема, проблема самостоятельности, особенно в больших городах. Родители боятся детей отпускать от себя. Да, боятся отпускать от себя, стараются сделать всё за них, вот. И в этом отношении, я думаю, что просто нужно учиться передавать вот эту самостоятельность, и важно её передавать вовремя, потому что где-то вот до 9 лет как раз эта самостоятельность передаётся, а в 9 лет уже начинается «Дорога взросления». Так, вот смотрите, интересные такие. А в каких сказках об этом нам рассказывают? Ну, например, про «Дорогу взросления» в сказке «Колобок». Слышали такую сказку? Конечно, я её иногда по вечерам раз в 20 читала, были такие времена. Да, и как раз... Когда сын просил, мама, а давай ещё раз, я говорю, ну, ты же знаешь её наизусть. Он говорит, мне ещё надо послушать. Совершенно верно. Это как раз «Дорога мужского взросления» сказка «Колобок». И в этой сказке есть предупреждение, что будет, если «Колобок», ну, вот ребёнок, да, уйдёт из дома не вовремя, то есть он ещё не готов идти, то тогда он может встретить на пути такие трудности, такое зло, которое его поглотит. Например, лиса, да? Да, это лиса. Вот. Но в этой же сказке предупреждение такое, что если ты будешь петь одну и ту же песенку всем людям, то найдётся ещё большая манипуляция, и она, вот эта большая манипуляция, опять же, поглотит тебя. Да, и поэтому учись распознавать людей. Люди все разные, как и звери, все разные. От кого-то ты можешь легко уйти, да? А с кем-то надо будет держать ушки в пастро? Да. Ну, и, конечно, самый важный здесь шифр – то, что он уходит без благословения родителей. То есть родители не напутствовали ему добрых слов, как и что делать в жизни, не предупреждали его о том, что делать можно, что делать нельзя. То есть он вышел в этот самый мир, да, не зная азбуки? Да, неподготовленный. Поэтому дети очень любят эту сказку и действительно просят читать родителей по 20 раз за вечер. Да, это у нас было. Хорошо, вот смотрите, всё чаще, например, читаю статьи, когда пишут о том, что, например, девушка, женщина, которая пытается разобраться со своими монстрами внутренними с точки зрения, там, не состоялся очередной брак, там, да, не сложились какие-то взаимоотношения, там, ещё что-то. И всё чаще говорят, там, спрашивают, опять-таки, психотерапевты, а на каких сказках вы выросли? Или, вот, например, девушка, там, никак не может выйти замуж, ей уже, там, лет 40, она всё ждёт принца. И опять-таки спрашивают, а вы на каких сказках девушка выросли, да? Как сказки, которые мы любили в детстве, сказываются на нашей жизненной сценарии? И есть ли такая вот прямая зависимость от этого? Ну, я, честно говоря, такой прямой зависимости не наблюдаю, потому что всё-таки нам читали много сказок, и наш банк сказок пополняется и фильмами, и мультфильмами за всю жизнь, поэтому всё-таки этот банк вот этих сюжетов, он разнообразен. Вот, ну, вы правильно заметили, что есть некие архетипические сюжеты, которые повторяются. Да, ну, вот возьмём, например, три сказки, это Крошечка-Хаврошечка, Морозка и Золушка. Что их объединяет? Что их объединяет? Мне кажется, что там везде есть мачеха, такая, прямо такая, да, злая, и девочка в жертве. Да, и пачерица, да, и, ну, в конце они все ведь выходят замуж. Да, и причём так очень хорошо выходят замуж. Вот, и основной сюжет, основной урок здесь как раз сюжет женский, архетипический, мачеха и пачерица. Вот, и поэтому пока женщина не пройдёт этот урок, в её жизни будет так или иначе проявляться эта мачеха. Она может быть в роли матери, она может быть в роли свекрови, она может быть в роли начальницы, в роли даже подруги, потому что подруги иногда тоже бывают мачехами. А что с этой мачехой нужно нам сделать, чтобы в итоге потом получить приз? А чем были похожи друг на друга героини Золушка, вот Настенька Измородска? То есть оставаться быть доброй, да, терпеливой, но это моё, да, понимание, слышать опять-таки своё сердце, да, и, наверное, верить в то, что всё будет хорошо. Да, конечно. Они всегда верили, что ситуация разрешится в лучшее, да, у них всегда были помощники, искать этих помощников на самом деле в социальном мире, потому что они тоже есть, вот, и, конечно же, их отличало ещё терпение и трудолюбие. То есть они труд делали с любовью. То есть чем бы ты ни занималась, да, как бы там далеко принц от тебя не был, ты трудись изо дня в день, девица, трудись, красавица, да, делай себя, создавай себя, да, укрепляй себя и глядишь, встретишь своё счастье. Встретишь своё счастье. Ну, иногда бывает так, что сюжет в жизни женщины активной – ожидающее пробуждение. Так, это опять про спящих, да, теперь уже? Это да, опять про спящих, а бывает так, что эти спящие царевны, они не дожидаются своих принцев, ну, извините, выпрыгивают из своего гроба и начинают бегать и искать сами. А царевич Елисея пришёл, гроб пустой, то есть нет на месте. Ой, бля, бля, может быть такое, да. Может быть такое. То есть сидим и ждём. Да, важно понимать. Читаем в это время книжки опять-таки, да? Да, готовимся. И как вот эта спящая красавица, она готовится к встрече с принцем, она готовится как раз в работе с внутренним миром. То есть она активно работает внутри себя. Не распыляясь на других-то, да, в ожидании своего собственного принца, да? Да. Вон оно как. Ну, сейчас, я думаю, нас многие слушают, да, и делают определённые выводы. Скажут, вот, везде нас там на тренингах учат, да, бери и ищи своё счастье, действуй. А мы тут с вами, да, сиди тихонечко, не дёргайся, жди, когда придёт твоё счастье и постучится. Да, ещё надо быть разборчивым. И, конечно же, один из археотипических сюжетов женских – это разборчивая невеста. То есть надо знать, кто свой, а кто не свой. И поэтому вот такие разборчивые невесты в сказках, они всегда устраивают какие-то турниры, какие-то дают задания. Вот, и в жизни это тоже очень просто внедрить. Хорошо. Ну, Люда, скажите, пожалуйста, а вот, например, если мы говорили там про сына-подростка, да, а если, например, девочка-подросток, и мы можем ли ей каким-то образом через сказку научить её вот так быть, например, разборчивой, быть в чём-то осторожной, да, а где-то наоборот, может быть, там, да, отбросить все цепи и идти вперёд, не придавая своей, как говорится, цели. Что за сказки и как можно работать вот с этими вопросами? Ну, основная сказка по дороге взросления для женщин – это «Гуси-лебеди». Ну, не мультфильм «Гуси-лебеди», который мы все видели, да, который мы все видели, а именно сказка, потому что мультфильм немножко переначен, да, это такая авторская сказка уже получается. Вот, то есть, когда девочка, оставаясь, она справляется со всеми трудностями самостоятельно. Ну, вообще, если мы говорим о самостоятельности, то, ну, такой критерий есть, то есть в 9 лет ребёнок может выжить в городских условиях, например, сам приготовить себе еду, сам дойти до магазина, сам купить. То есть это уже где-то прямо, да, вот изучено, исследовано, да, в 9 лет? Да. А до 9-летнего возраста, да, наши всё-таки дети ещё нуждаются в помощи. Да, нуждаются в помощи, в поддержке, там, можно проводить до школы, то есть в 9 лет ребёнок самостоятельно уже готов добраться до школы, ну, если это не какое-то дальнее расстояние. Мне кажется, в 7 лет отпустили во взрыв уже, моё такое ощущение. Первый класс пошла, всё. Да, это здорово, потому что, ну, на самом деле, может быть, рисков было меньше, немного, да, раньше, и машин было меньше, и каких-то, ну, таких информационных, таких пугательных поводов было меньше. Моментов тоже, да, согласна с вами. Вот, и поэтому, ну, чтобы к 9 годам он сформировал уже эту самостоятельность, действительно, надо уже с 4-5 лет давать возможность этой самостоятельности проявляться. Вот. А так самостоятельность проявляется с 40 дней. Вот как она, оказывается. Рождение ребёнка, да. А я-то всё думала, что у нас детёныш человеческий, он не жизнеспособен без помощи взрослых и родных. Оказывается, 40 дней уже самостоятельность. Ну, вот слово «самостоятельность», то есть «сам стоит», то есть в год, в 10 месяцев он точно уже сам стоит и точно может держать ложку. То есть, в принципе, вот с 9-10 месяцев на это уже нужно обращать большое внимание. Люда, можно ли с помощью сказок объяснить самые ключевые моменты, этапы жизни человека детям нашим? Да, конечно. Я ещё раз повторяю, что есть, например, ключевые точки взросления у детей. Есть момент, когда детей нужно отводить в детский сад. Да. И многие родители говорят, что в этот момент помогает сказка Шарля Перро «Мальчик с пальчик». Когда мальчика отводят в лес, прямо там оставляют, и он сам находит силы, соображает, вот такой проявляет сообразительность, смелость и приводит не только себя, но и своих братьев домой. Обратно. Да, обратно. То есть, таким образом вот снимается этот социальный страх, страх нового коллектива, страх того, что он остаётся один там где-то, да, в непонятном месте. Вот. Так что, да, конечно же. То есть, в принципе, каждая сказка, да, она нас чему-то с вами учит. И если мы её вовремя рассказываем, вместе разбираем с ребёнком, если мы вместе проживаем эту сказку, то ребёнок присваивает себе вот эту удобную паттерну, да, то есть как бы вот эту мудрость, и использует потом в процессе жизнедеятельности. Да, совершенно верно. Хорошо. Идём ещё глубже. Я знаю, что с помощью сказкотерапии даже можно помочь женщине, у которой диагноз физиологической бесплодия не стоит, но есть понятие психологического бесплодия. Да, совершенно верно. Конечно, и такие случаи тоже разбираются в сказкотерапии, потому что для женщины очень важно реализовать свой архетип матери. И в сказкотерапии есть такая волшебная формула – многократно повторённое символическое действие меняет реальность. О, как красиво звучит. А ещё когда я знаю, что это действительно так, аж мурашки по коже. Да, и это действительно так работает. То есть запускаются именно циклы архетипа матери, происходит работа тоже через разное творчество, через изготовление куклы, через песочницу, через метафорические карты, через рисование. То есть разные-разные способы и инструменты для того, чтобы женщина была готова принять внутрь себя вот этого ребёночка. То есть вот эта готовность формируется. Также, например, с процессами роста себя как матери, принятия себя как матери, потому что часто бывает так, что женщина, например, она родила, она говорит, вот мне вот уже ребёнку там полтора-два года, а я всё никак не чувствую себя вот этой вот матерью. У меня всё такое ощущение, что будь то бы вот этот ребёнок, он как будто даже вот, ну да, я понимаю, что я носила его под сердцем, я понимаю, что это мой ребёнок, но вот нет вот тех материнских чувств, которые я надеялась, что буду испытывать к своему собственному ребёнку. И тоже через сказкотерапию, через арт-терапию, да, эти процессы можно восстановить. Да, можно управлять этими процессами. Мало того, я предлагаю готовиться мамам заранее. То есть вот это такая, опять же, инструмент сакральной переписки, он уже проходит, когда ребёнок ещё находится в очиеве мамы. Вот, то есть чтобы подготовиться, чтобы не решать потом то, что уже, ну, что выросло, то выросло, называется. Да, теперь всё с этим как-то жить, да? Да, а как раз выстраивать, писать свой сценарий жизни в сотворчестве с мирозданием. То есть не разбирать завалы, не разбирать какие-то, ну, такие вот кучи уже, которые сложились, да, не быть скорой помощью психологу и сказкотерапевту, а быть таким другом, помощником, наставником, который вот идёт рядышком и просто подсказывает в трудных ситуациях, как быть. Отлично. Люда, я знаю, что вы занимаетесь с детьми и даже вместе делаете мультфильмы. Да, это так. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Какие навыки ребята отрабатывают при всём при этом? Что они получают от этих совместных творческих моментов? Ну, это прежде всего творчество, то есть в зависимости от того, из каких материалов мы, какие материалы мы используем в мультфильме, или лепим, или рисуем, или используем ткани, перекладку, вот технику перекладки, или сами они снимаются. То есть в зависимости от этого, конечно, разные навыки формируются. Вот. Сейчас мы снимаем мультфильм как раз по мужским архетипическим сюжетам. Отлично. Там все мальчишки, да? Да, там мальчишки у нас как раз подобрались, да, и они со своими мамами вместе. Вот папа как-то не участвует, вот мама, в общем, с сыночками снимает такой удивительный мультфильм по мужским архетипам. Я надеюсь, что вот скоро он к Новому году, он точно будет готов. Отлично. Вы нам обязательно потом в социальных сетях напишите, да, мы посмотрим, ну и, конечно же, покажем всем нашим клиентам, нашим друзьям и тем, кто интересуется практической психологией. Ну что, сегодня мы говорили про сказкотерапию. Наверное, в завершение, может, какие-то такие прямо практические рекомендации? Пару-тройку? Да, конечно. Я хочу ещё сказать, что сказки помогают отдыхать, отдыхать нашему воображению и таким образом формировать иммунитет, информационный иммунитет. То есть благодаря сказкам вот та некачественная информация, которая льётся со всех сторон как раз, да, она может просто фильтроваться. Поэтому читайте больше сказок своим детям, сами себе, добрых, качественных сказок и разбирайтесь в той информационной системе, которая есть. То есть вот для себя сердцем слушайте, добрая эта сказка или не очень добрая. То есть своего рода сказка может быть фильтром, да? Да, сказка может быть фильтром. Отлично. И если есть какая-то усталость, то сказка всегда помогает снять эту усталость. Здорово. Итак, можно и читать, можно слушать сейчас аудиосказок очень много, да? Самое главное, что порефлексировать немного после этого, правда? Задать один вопрос. Чему учит меня эта сказка? Да, в данный момент, в данном случае. Да, и неважно, ребёнок ты или взрослый. Вот задавать один вопрос. Чему учит меня эта сказка? А потом переносить это на жизнь и спрашивать, а чему учит меня эта жизненная ситуация? И тогда вы сами разберётесь, в каком сценарии вы находитесь и как из этого сценария выйти. Ну, а если что, то помните о том, что у нас всегда есть сказкотерапевты в городе Кирове, да, психологи с высшим образованием, так что можно к ним тоже смело обращаться. Людмила, спасибо вам большое. Сегодня мы говорили о том, что такое сказкотерапия, в чём её сила, и у меня была в гостях Людмила Тюнькина, сказкотерапевт, психолог, преподаватель Международного союза сказкотерапевтов. Всем желаем жить как в сказке. Спасибо, всего доброго. До свидания. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...